Одна из новинок, которую представили на авиасалоне, ракета класса воздух-поверхность супероружия уже заинтересовала иностранных покупателей. Все потому, что опережает в развитии западные аналоги на несколько лет. Евгений Мужуков в студии. Жень, почему такое внимание этой разработки? Потому что потенциально это самое точное оружие в мире на ближайшие годы. Для истребителя пятого поколения ПАК-ФА, который мы только что видели в небе над Жуковским, созданы семейства авиационных управляемых боеприпасов. Вооружение без преувеличения уникальное. По сути, впервые в истории бомба превращается в высокоточное оружие. Достигается это за счет новейшей системы навигации с коррекцией траектории. В новое семейство входят два вида боеприпасов. Управляемая крылатая ракета Гром-Э1 и крылатая планирующая бомба Гром-Э2. Оба средства поражения имеют цилиндрическую форму и складывающее стреловидное крыло. Это позволяет размещать их во внутреннем отсеке самолета. Это называется внутрифюзеляжное размещение. У Грома под номером 1 ракетный двигатель расположен в хвостовой части. У Грома 2 вместо двигателя осколочно-фугасная боевая часть. Вес каждого из снарядов по 600 килограммов. А находят наземную цель они с помощью систем GPS. Дальность поражения объекта противника до 300 километров. Сейчас оба Грома проходят испытания, а на вооружение они поступят, как ожидается, уже к 2017 году. То есть чуть более чем через год Россия получит новейшие ракеты, которые к тому времени будут значительно опережать в развитии американские аналоги. Ракеты AGM-158, которые стоят на вооружении армии США с 2003 года. Ну а пока же новым Громом наверняка заинтересуются иностранные покупатели, которые и познакомились с новыми ракетами как раз на МАКСе. Благодарю Евгению Мужиков на авиасалоне МАКС-2015 представили новейшие авиационные ракеты класса воздух-поверхность.